Лично я понял, что кирдык пришел, надо быть к нему готовым. Ну и кушать витамины, заниматься физкультурой. Чем я и занимался, поэтому не болел. А вокруг меня поумирало народу, надо сказать, если так. Не до смеха. Март прошлого года, помните, каким он был вообще? Какие ощущения? Ужасные были ощущения. Было очень тепло, я помню, что очень хотелось на улицу выйти. Ну мы были ответственные, я лично ответственно сидела дома, как сказали. Мы боялись выйти на улицу, потому что прям пугали нас полицейскими, всякими вот этими пропусками, штрафами. Ну как-то там вылазили. Я помню, что я прямо обеззараживала все. Даже вот в магазин мы вылазки делали, я прям пшикала все пачки и все такое. Ну конечно, безумие полнейшее было. Дороги были свободные, и были пропуска, и было очень приятно ездить по пустым дорогам. А сам изоляцию, безусловно, соблюдали. Безусловно, были дома. Ну у меня лично были прекрасные чувства, что я все успею сделать. По дому, по двору, да. И это я начал, и буквально за месяц я все свои недоделанные дела за 10 лет. Тут у меня кучи были там на дачном участке. Все я перебрал, разобрал, весь мусор выкинул. Вот, мне карантин понравился, на пользу пошел. Я в декрете, да, ну супруга, да, меньше заработка стала. Он сам на себя работает по строительству, но меньше объектов стало. Вот, то есть, естественно, у людей меньше стало, там, денег, например, естественно. Никто не хочет вкладываться куда-то, что-то делать. Заработок существенно уменьшился, естественно. На сколько вот это процентов? Процентов, наверное, 60, вот эти месяца, апрель, май, там был очень сильный просадок. Мы работали удаленно, у нас магазин цветов. В принципе, ничего плохого сказать не могу. Мы адаптировались. У нас даже сейчас гораздо сложнее ситуация. В связи с ситуацией вот на таможне, вот это все, цены выросли, а год мы прожили нормально. Работу пришлось поменять. С одного места уйти на другое, потому что, где я раньше работала, там из-за коронавируса начались, ну и зарплату начали урезать, и пришлось вот некоторое время, ну, не работать и новую работу искать. Но на лечение денег, конечно, все-таки уходило больше, потому что цены на лекарства очень сильно выросли, и на детские, и на взрослые. Вот насчет этого, конечно, да, очень плохо повлиял коронавирус. Да, все то же самое. Я просто работаю в такой сфере, что у меня ограничения особо не коснулись. Вот, поэтому, конечно, в маске приходилось ходить и все прочее, но реально больших изменений для меня лично не было. Хотя, конечно, ездить там по пустому городу, смотреть, что машин нет, людей нет, было непривычно, и, честно говоря, достаточно так непонятно было, что будет дальше вообще. Зарплата упала, конечно, достаток упал в семье. Ну, ничего, сейчас вроде восстанавливаемся. Да, у меня тоже было сокращение, но мне так повезло, что я нашла себе другую работу, и она мне больше нравится. Это отразилось на, я думаю, каждом жителе нашей страны, потому что много самозанятых граждан, я, в принципе, отношусь в такой категории. В прошлом году почти четыре месяца сидели фактически без работы. Я привык жить немножко что-то откладывать. Вот, собственно, пришлось использовать резервы вместо того, чтобы куда-то поехать, и что-то себе приобрести новое, и пришлось тратить, собственно, деньги на продукты и проживание за этот период. Финансово мы, конечно, немножко пострадали. Моя мама лишилась работы, потому что 65+, и она вот до сих пор не может выйти на работу. То есть мы уже ждем этого снятия ограничений для пенсионера, чтобы она что-то смогла сделать. И чисто психологически для человека пенсионного возраста это очень тяжело. Поэтому мы очень активно ждем, потому что ее поддержка была, потому что, понятно, молодая семья, мы, ипотеки, всякие садики, кружки и все такое. Очень-очень нужна ее помощь и поддержка. Я предприниматель, уже фирме 6 лет у меня, ИП. Ну, вопрос стоял о закрытии фирмы, но мы между собой общаемся, вот, и люди начали разговор о том, что будет помощь и поддержка, и тут же она была оказана. Но пришлось немножко подождать пару месяцев, то есть было тяжеловато. Но потом в итоге нам выплатили вот эти месяца простые. Нам их хватило, опять же, на погашение кредитов, потому что мы кредитуемся без них, без кредитов никак. И хватило на текущие расходы по оплате налогов, пенсионных, ну, хотя бы это. Мы просто продержались, то есть мы продержались. Сейчас дальше не знаем, как будет, но пока все хорошо, пока работаем. Субтитры сделал DimaTorzok